Всем доброго дня! С вами Юлия Иванова и я давно вам хотела показать полную свою коллекцию цветов. Начнем вот с этого большого фикуса. Он у меня сколько? Метр пятьдесят или метр шестьдесят, наверное, уже. Если полностью показать его вам, вот такой он большой, крупнолистовой. Вот листья большие. Ему уже лет пятнадцать, наверное, я его подрезала всяко-разно. Внизу нарастил, вот так он пышненько себе веточки. А в самом низу я поставила сенсивьерию, прям в горшочках. Там четыре горшка у меня стоят. Вот один, второй, третий и вон четвертый. Вот таким ковром снизу получается, она растет у меня. Вроде получается интересно. Не голая земля, а вот так там внизу. Сейчас покажу на окне, начнем вот отсюда. Тут у меня в этом году не очень удачная картина. С этим цветочком это, господи, как называется-то забыла, рыбками цветет. Вспомню, потом скажу. Катарантус тоже, он всегда, он вообще, говорят, однолетний. Вот такими цветочками цветет. Сейчас вот зима, и он у меня всю зиму по одному цветочку выкидывает, выкидывает. Вообще, он, говорят, однолетний. Но вот этот цветок, конкретно вот этот, не пересаженный, а вот я его только обрезала, обновляла, обновляла каждый год. Я была в шестом классе, принесла его со школы. Отцу понравился, и мы его оставили. Уже отца моего давно нет. А цветочек этот все живет и живет. Вот его надо будет визной обрезать. Сейчас уже вот конец зимы самый. Обрежу его, и он новый опять даст росточки. И по новой будет развиваться. Дальше у меня здесь гипиаструм. Не цвел несколько лет. В этом году, смотрите, вот цветонос дает. Я его те годы под ванну ставила, не поливала. А в этом, он у меня не цвел и не цвел. Несколько лет уже. В этом году, думаю, да ну тебя к черту плюнула на него, никуда не стала убирать. И не поливала. Он у меня вот здесь на окне так и простоял. Подхожу, смотрю, уже листья все повяли, прям болтались. Смотрю, он стрелочку выкинул. Я его с удобрением сразу полила. Он у меня начал листики выпускать. Вот один и второй листик выпустил. И вроде как маленько притормозилась сама вот эта вот пипочка цветоноса. Он должен выкинуть такую большую трубку. И на ней, как граммофонами, большие такие красно-оранжевые цветы будут. Так, дальше. Дальше у меня бересклет. Бересклет был вот такой. Где-то у меня было видео про него. Поговорила про его историю, как я его нашла. Откуда он у меня появился. Если хотите, можете посмотреть. Он был весь вот такой. С бело-желтыми такими прожилочками. Я был голый ствол. Я его обрезала макушке. И он у меня стал полностью вот зеленый. А макушки, которые я обрезала, садила вниз. Прям вот втыкала и все. Смотрите. Вот мы с тобой обрезали, с вами даже, по-моему, я показывала. И я макушки просто втыкала. Две макушки вот прижились. С последнего раза. Я уже два раза его обрезала. С последнего раза две макушки прижились. И вот буквально на днях начали развиваться. И тут уже по всему почки пошли. Вот они. Видите? Почки развиваются. Так, дальше смотрим. Дальше у меня вот такой тут красавчик. Это филодендрон. Тоже надо будет его пересаживать. Вот там, сейчас если подлезу, покажу. Вот видите? Новая отводочка у него. Я думаю, надо будет его прям вот этот полностью обрезать. И вот эти закукленные корешочки должны оживиться. Посадить его отдельно и все. Посмотрим. Тот по-любому оживет. То есть будет развиваться дальше. Но этот, думаю, тоже не погибнет. Вот такой еще у меня филодендрон. Этот прям такой бордовый весь. Тоже надо будет пересаживать. За зиму вытянулся. Видите, ствол какой вытянул. А там кислица у меня в нем растет тоже. Выдергиваю, она все равно всходит. Этот тоже надо будет омолаживать его, пересаживать. Вот, считаю, у нас два претендента. Следующее видео, наверное, будем их пересаживать. Дальше пальма финик, финиковая у меня. Сантиметров 60, наверное. Вот она от земли, если считать. Сантиметров 60 уже здесь в ней. Тоже мы ее пересаживали. Кому интересно, как вырастить, как ухаживать, как пересаживать. У меня все это есть на канале. Вот такая пальма. Тут кислица. Как она, господи, называется-то? В простонародье кислица называется. Вот такая бордовая. Это же вот кислица есть. Зелененькая вот такая. Есть они полосатые, всякие разные. Они все цветут розовыми, желтыми, белыми цветочками. Такими, как бордовенькими. Она на зиму практически уходит в землю. Отмирают старые листочки. И по новой весной потом вылазит. Тут у меня фикус, эластик. Медленно почему-то он у меня растет. Надо его как-то пересаживать будет. Что-то как-то простимулировать. Вообще он мне нравится. Листья они крупные. У него такие плотные-плотные прям. И весной, когда новый прирост, вот уже видно, видите, бордовый такой. Первые листочки сначала бордовые, потом становятся зелененькие. Тут у меня дальше два бонсая фикуса. Смотрите, какие корнищи. Вот он, вот такой. Один. И вот второй. Ой, зимой они у меня всегда вот так листву скидывают. Потому что на окне не так уж и жарко. Не любят они холод этот. Весной я их обычно обрезаю. Прям все-все-все-все-все-все полностью. Примерно вот так точно. В высоту они уменьшатся. И все веточки, все-все-все, что отмерло. И крайние веточки, все формирую его. Каждый год обрезаю. Им тоже уже лет по 15, наверное. Что одному, что второму. Смотрите, корни. Вот мой палец. Вот толще моего пальца насколько. Вот эти корни. Это я специально их так наружу сделала. Чтобы они смотрелись как древнее дерево. Этот вообще. Видите? Вот мой палец и какой ствол у него. А по высоте, ну, сантиметров он, ну, 20. Вот такие. Это фикус Наташа мелколистный. Из них я давным-давно начала формировать вот такие вот бонсайчики. Тут у меня детский сад с замиокулькасами, которые мы тоже с вами будем пересаживать. Тут у меня более взрослая растение замиокулькас. Две ветки, вот они как были, так и есть. Они не подрастают всю зиму. Вот так они, как оставались, все с осени, так и остались. Третья ветка, вот, видите, лезет. Вот, прям быстро начала развиваться. Здесь тоже. Предыдущее видео было у меня про замиокулькас. Они были совсем, ну, вот такие вот маленькие, где-то просто по одному листочку. Сейчас уже вот такие вот веточки, например. Это все-все надо будет расцвелить. Вот такие маленькие были. Вот некоторые так и остались, пока они развиваются. А некоторые прям хорошенькие. Уже вот, например, побег, смотрите, какой хороший. Хорошо начали расти. Тут вот у меня цветочек стоит. Женское счастье. Такой. Не цвел. Прошлый год не цвел почему-то. В этом году, не знаю, зацветет, нет. Так, тут орхидеи. Сегодня я начала полив. Залила все банки. Они у меня, кому интересно, растут в закрытой системе, в банках. Вот, видите. Кстати, сейчас можете увидеть, какие корни растут в банках. Кто-то боится закрытой системы. Вот они у меня полчаса стоят полностью залитой водой. Полностью вот вода стоит прям. Смотрите, какие корни. У всех, у всех, у всех, у всех вот такие вот корнищи. Канаты прям. Как вот они у меня расцвели три, так и цветут. Два цветочка это отсушила. Вот эта орхидея вообще интересная. Она у меня, получается, первый раз расцвела. Два цветка были. Вот они. Она их отсушивает, доращивает цветонос. Цвела, цвела, цвела. Сейчас два опять отсушивает. Вот я думаю, может она дорастит дальше цветонос. Посмотрим, что будет. А так, вот моя красоточка. Она мне так нравится. Вот эта вот крапушка. Шесть цветочков как распустила, так она и... Есть они у нее. Смотрите, первый был крапинок больше. Потом следующий поменьше крапинок. Этот еще меньше. Там еще меньше. И последний цветок уже все. Без крапинок. Просто белый. А у него интересно, смотрите, волнистые. Вот они все-все-все волнистенькие. Вот, видите? Вот видно прям. Такая вот особенность у этой орхидеи. Волнистый край. И вот эта орхидейка. В этот раз у нее четыре цветка. Она как распустилась. Все это дорощенная маленькая веточка. Вот здесь была ветка большая. Там, наверное, сколько было? Семь, наверное, примерно. Эти уже отцветали. Она новую выпустила мне. Вот четыре. Давно цветут уже. Все три вот давно цветут. Вот у этой, смотрю, маленький листочек появился. Мы ее пересаживали. Она у меня росла в маленькой баночке. Пересадили. Все с ней прекрасно. Корни развиваются. Вот они, видно, молодые растут. Корни. Все развивается. Листочек вот только полез новый. Детка тоже. Уже ее и деткой не назвать. Вон какая большая. Вот эту. Мы делили с вами вот эту орхидею. Макушка. Вот она получается. А детка вот она. В апреле будет год этой детки. Вот за год такая. Уже орхидея полностью выросла. Ждала я все, что у меня зацветет Амадеус. Но почему-то в этом году пока не хочет цвести. Корни дурит. Прям дурит корни. Смотрите. Это что-то. И сама она прям гигантская. Там такая толщина самой орхидеи. Вот это вот ствол огромный. Надо будет пересаживать. Наверное, в большие горшки. Потому что корней столько. Я боюсь, потом банки придется разбивать. А если разбивать, они толстенные. Я не знаю. Я испорчу просто орхидеи. Где-то видела на канале, что банки разбивают, пересаживают. Мне так неохота. Надо будет аккуратно. Примещаемся на кухню. Это я в зале вам показывала. У меня цветы. На кухне вот эти цветочки. Сейчас посмотрим по порядку. Этот у меня за зиму макушка. Видать, уже все. Надоело ему верх отращивать. Надо будет нам с вами убирать полностью. Я, видите, его высоченный был. Я его вниз прям вот так раз спустила и защипила. Там появились новые почки. Вот надо будет просто вот эту макушечку оттяпать. И посмотреть, как начнет развиваться. Начнет развиваться, подрастать. Прям пересадить побольше в горшок, чтобы только чую торчали. Чтобы вот это все безобразие под землю ушло, короче. Чтобы новые росточки уже развивались из земли. Тут у меня я из третьей комнаты переставила сюда алой. Алой тоже вот этот вот, я не знаю, ему лет 20, наверное. Мы его все щипаем, все кого-то пересаживаем. Не пересаживаем даже, а я просто макушки отщипываю, по новой сажу. И он вот чуть ли не сколько себя помню, вот этот алой. Такой вот самый, который, говорят, лекарственный. Так, тут у меня бегония. Тоже за зиму она как-то поизмельчала. Листочки вот эти поотсыхали. Надо будет ее тоже облагораживать, пересаживать. Тут еще один сорт. Вот это же цветок, только другого сорта. Маленько подвытянулся. Вот видите, стволы оголились. И новенькие лезут из земли. Тоже надо будет нам его омолаживать. Тут мой неизменный красавец. Цветет. Каланхоя. Вот смотрите, один, второй, третий и четвертый. Вот их четыре макушки, четыре цвета, четыре цвета носика. В этом году еще раньше расцвел. Прошлый год, мне кажется, ближе к маю расцвел, а в этом году, конец февраля он расцвел. А у дочери, я ей дарила на 8 марта, мой расцвел и второй расцвел. Та отводка была, я у тетки брала, в гости ездила, две отводки. Вот эта была малюсенькая, вот такая. Кому интересно, пройдите по каналу, посмотрите. У меня есть видео про каланхоя. Как заставить свести каланхоя или что-то такое название там. Вот такая вот одна отводка была. Вторая была вообще вот такая маленькая, там сантиметр, наверное. Вот эта была сантиметровая отводочка малюсенькая. Из нее вот в итоге за год вот это вот все, я уже его один раз пересаживала, обрезала один раз, два раза даже уже обрезала. В итоге вот такой куст. Это у меня Наташа, фикус. От того бонца я отрезала макушки и посадила, воткнула просто в землю. Вот они прижились, тут две штуки прижились. Это фикус бенджамина, мы с вами тоже его пересаживали в прошлый год. Надо будет опять омолаживать. Живое дерево так тут у меня и сидит. Тут тоже мы с вами был в стаканчике. У меня маленький плюсик, там три листика. Мы его посадили в маленький горшок. Ну вот он подрос немножко. Так, сейчас пойдем в следующую комнату посмотрим. Тут у меня вот такая сенсеверия, или как ее называют, щучий хвост. Но мне кажется, это какая-то карликовая. Или просто она у меня в маленьком горшке, поэтому такая. Тоже вот их там много понаросло уже. Ну вот ей, наверное, сколько? Год, наверное, как я ее сюда посадила. Была тоже вот такая вот малюсенькая совсем. Там две отводки какие-то, два листочка торчали. Вот за год, наверное, или за полтора года она выросла вот такая. Вот она, по сравнению с моей рукой, вот она такая. Так, дальше посмотрим. Тут у меня, тут у меня вот так. Тут три цветка, и вот так наверху. Тут гипиаструм. Ой, гипиаструм. Филодендрон. Вот такой звездчатый. Мы тоже с вами его пересаживали. Молодой листик вот растет. Долго сидел он. Как пересадили, он у меня, видать, корни наращивал. Сам не рос. Сейчас смотрю, вот, начал выпускать новенький. Тут еще филодендрон. Это вроде краснеющий называется. Но света, видать, мало. У него только чуть такой вот пигментик есть. Розоватый. А летом он прям бордовый с той стороны, пока молодые. Потом зеленеют. Вот такой куст. Тоже разросся. Вот такой филодендрон у меня есть. Ксендау. Вот этот-то вообще разросся. Сильно-сильно. Он почти до потолка. Вон, видите. Надо будет вот эту макушку убирать полностью. Некрасиво уже. Наверное, вот досюда мы это все срежем. Вон-то вон посадить. Можно будет или отдам кому-нибудь. Прямо можно вот этот вот ствол вкопать горизонтально. Я думаю, он даст отводки наверх. Так, вот у меня еще красавица. Тоже развивается понемножечку. Хотелось бы, конечно, быстрее. Но сколько? Два года этому цветку. Вот такой. Вот еще цветочек. Почему-то листья стали мельчать у меня зимой. Ну, в принципе, это естественно. Мельче листочки. Вот они. И здесь на окне посмотрим. Тут у меня вот еще один. Кто он? Пегония. Вот этот почему-то начал скручивать у меня листочки. Что-то ему не хватает. Как привезла его. Было три листа длинных, длинных, длинных. Сначала вроде дал вот эти вот прям кустиками. Четыре кустика дала. Потом что-то начал вот так подсохнуть. Как-то он не то что сохнет, а он плотный, но он скрутил. Тут у меня фикус крупнолистный. Один и второй есть. Вот такой еще филодендрон есть. С такими листиками. Он молоденький вот этот. Вот еще цветочки. Это Агланема. Вот не сказала даже. Вот это Агланема. Вот такой сорт. Так листья-то крупненькие у нее. Вот смотрите. Такие. Вот такой размер листиков. И вот это Агланема. Агланема. Это по-моему серебристо. Или как-то серебряный принц называется. Не помню. Такая. Вот этот фикус. Вот уже стоит у меня год. Вот в таком состоянии. Только что, буквально вот неделю или две назад, вот эти вот два листочка выпустил. А так не пойму, что с ним делать. Пересадила его и обрезала. Все равно. Думаю, ну зараза. Не будешь у меня больше расти. Выкину тебя и все. Напугался, видать, выпустил. Вот два листочка мне. А это тоже фикус. Вот этот фикус был маленький вот такой. Это дочь с работы принесла. Стоял, говорит, в стакане. Долго, полгода, наверное, корни дал. Никто домой не забирал. Она его принесла. Я его посадила. Тоже сидел-сидел. Не рос, не рос. Я его взяла. Прям вот так отчекрыжила. По самую землю. И вот этот вот корень с землей посадила. Вырос вот этот. Уже вот такой вот. Вот такой получается. Он уже вырос. А этот все сидит потихонечку. Потихонечку прям растет. Медленно растет. Тот в зале растет быстрее почему-то. А эти гораздо медленнее. Ну, а тут у меня четыре кактусика вот такие. Вот этот свел прошлый год. Тоже видео у меня там есть. Расцвел красавчик. Вот про этот как раз. Вот этот вот кактус. Почти как я возрастом. Он младше меня всего, наверное, лет на шесть. С детства помню. Еще на другой квартире жили. Уезжали соседи. Нам его подарили. Вот так он и растет. Он цветет очень красиво. Правда, не цвел уже, наверное, года три. Не знаю почему. Не цветет он у меня. Большими такими цветами. Очень приятно пахнет. Такими как лилиями большими. Очень красивый. А это от него отводка. А нет, обманываю. Этот розовый. А этот белый. Это я у кого-то уже брала. А эта дочь покупала. Такими маленькими шишками продают. Фиолетовыми, красными, желтыми всякими. Вот это он уже отрос без всякого цвета окрашенного. Свои колючки вот такие у него желтые. А был когда-то фиолетовый. Там вот уже даже не видно, наверное. Нет, уже не видно пигмент. Он маленький был, весь в фиолетовых колючках. Потом вырос и стал желтыми колючками. Вот такой обзор моих цветов получился. Давно хотела показать. Вот только что свершилось чудо. Все никак что-то не собиралась. Кому понравилось, оставайтесь со мной. Подписывайтесь. Ставьте лайки, чтобы другие люди увидели, кому интересно. Всем пока-пока. И до скорых встреч.